Хорошее знание прошлого своего края и своего города помогает лучше понимать настоящее, делает молодежь большими патриотами. Прекрасная возможность получить ценную информацию и увидеть исторические памятники своими глазами – экскурсия, которую проводит для школьников Славянский историко-краеведческий музей. Экскурсионный автобус с ребятами из поселка Забойского посетил места, которые, конечно, хорошо известны подавляющему большинству славянцев, но для юных экскурсантов показ знаменательных мест сопровождался рассказом опытного экскурсовода, а это прибавляло делам давно минувших дней новых деталей и красок. Памятник Таманской армии – один из первых монументов, победивший советской власти, возведенный в далеком 1923 году, посвящен непростым страницам истории гражданской войны. Он давно уже стал одной из главных достопримечательностей города и района, и его слава вполне заслуженно. Большой интерес вызвала у ребят памятная стелла на берегу протоки, посвященная освобождению станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков в далеком 1943. Сейчас, в преддверии 75-летия этого знаменательного события, посещение места ожесточенных боев вдвойне важно, как и памятника, где на постаменте находится пушка. Орудие символизирует сражение сороковых пороховых, в которых наш народ стал победителем. Очень красноречиво о великой победе над жестоким врагом свидетельствует и мемориал с вечным огнем в парке сорокалетия победы. Школьники узнали много нового в ходе экскурсии. Мне очень понравилась экскурсия. Наши фронтовики совершили множество подвигов, о которых помнят и по сей день. Все было очень интересно и все очень понравилось. Нам рассказывали о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны. Сколько бы лет ни прошло, пока в памяти сохраняются героические страницы истории нашего Отечества, у нас есть надежда, что это знание поможет выстоять в любых испытаниях. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok